МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 декабря 2018 года был подписан 498-й федеральный закон об ответственном обращении с животными нашим президентом. И, соответственно, с 2019 года часть этого закона уже вступила в силу. Конкретно вступила в силу полный запрет усыпления животных без ветеринарных показаний. То есть ветеринарные показания могут быть либо прекращение страданий по какой-либо причине животных, либо болезнь бешенства. Но у нас чаще всего это уже является посмертным, поэтому тоже как бы особо не является показанием. Также самый такой, наверное, тяжелый вопрос для людей, которые вот сейчас обращаются. Все больше в городах стало появляться животных с клипсами. Это вот результат как раз программы ОСВВ, которая теперь федерально одобрена. Что такое ОСВВ? Это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. То есть в законе четко прописано, что животное, отловленное службами отлова, содержащиеся в приюте, может быть выпущено в среду обитания, в прежнюю, если оно не имеет агрессии. Причем там так прописано, вот иногда люди нам звонят и говорят, вот она вот собака лает. Немотивированной агрессии, то есть конкретно есть такой момент. То есть если вы собаку дразните, она вас укусила, это считается мотивированной агрессией. То есть вы ее смотивировали это сделать. То есть сейчас прописано вот именно то, что животные могут выпускаться обратно в среду обитания. Но хочется сразу отметить этот пункт, то что люди в панике начали звонить нам. Мы говорим, что же вы теперь все города заселите. Таким огромным количеством животных их же увеличивается все-таки количество. С каждым годом они вырождаются новые. Программа СВВ – это переходный этап куманного регулирования численности бездомных животных. То есть на данный момент таким образом пытаются сократить численность бездомных животных в нашей стране, потому что многие десятилетия вопрос пытались решить отстрелом. Но эффективность этот метод не доказал. Зато такие программы, как СВВ, давным-давно уже около 7-10 лет работают в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге. И там вопрос с безнадзорными животными уже решен. Как раз гуманным способом. Поэтому этот закон хорош и для тех, кто любит животных, и для тех, кто не очень хочет с ними соседствовать постоянно. Потому что стаи собак, конечно, это страшно. Но в Рязани эта программа уже работала, как я поняла. И просто с федеральным законом более масштабно все будет происходить, да? Эти программы работали уже много где. То есть в Рязани единственное, что мы с 16-го года работаем. С 16-го года мы начали это практиковать небольшими, так скажем, объемами. И мы всех животных выпускали на улице с опекунами. То есть человеком, который несет ответственность за это животное. И сейчас стараемся практиковать так же. Потому что по закону животное должно быть каждый год привито. То есть если вы увидите в городе клипсованных животных, вы можете обратить внимание, что клипсы разного цвета. У нас очень часто это вопрос. Почему клипсы желтые, синие или красные? Это как раз по годам. Чтобы нам было проще отличить, в каком году какое животное было в общем. То есть если звонит человек, говорит, что животное желтый клипс, это 16-й год. Синие клипсы, 17-й год, соответственно, красный клипсы, 18-й год и так далее. И мы практикуем тоже вот этот момент, выпуск с опекунами. Потому что нужно повторно прививать, все-таки следить за состоянием животных. Изменится ли наказание за уголовную ответственность? В принципе, 245-я статья Уголовного кодекса уже давно у нас есть. Но животные не имели, так скажем, юридической формы никакой. В этом законе федеральном уже прописано, что животное – это живое существо, которое чувствует боль, которое является одушевленным. И уже ужесточены наказания по 245-й статье. Но надо сказать, что закон принят, а подзаконные акты еще в процессе разработки. То есть в конце мая их должны были уже окончательно знать, что такое подзаконный акт. Вот есть механизм закона, а подзаконный акт уже прописывает, кто за что отвечает в этом законе. То есть какой орган будет отвечать за то, что какой-то человек нарушает зону выгула животного. Кто-то гуляет с собакой на детской площадке. Вот очень много вопросов нам поступало, опять же, где гулять с собаками. И кто вот человек гуляет, и кто будет его наказывать. Вот как раз мы ждем публикации подзаконных актов, в которых четко пропишут ведомства и структуры, которые будут за все это отвечать. Вот. И уже, соответственно, кому-то должны вменить, кто будет по 245-й статье наказывать. Кто будет считать, что такое жестокое обращение. Потому что надо сказать, что очень тяжело работать 245-я статья. А вот что касается подкидышей, очень много животных подкидывают. Как здесь будет закон работать? По закону все животные, неважно, домашняя или безнадзорная, должно каким-то образом маркироваться. То есть стоять какая-то метка. Либо животное чипируется, либо животное клеймится, если это породистые животные, клеймо у многих есть. Либо какие-то метки несмываемые наносятся. И вот таким образом должен будет, опять же, какое-то ведомство это отслеживать. И прописан такой важный момент, как нежелательное потомство. Потому что, когда люди взлятся на то, что у нас очень много безнадзорных животных, надо понимать, что они не с потолка падают. Это наши сами пристроенные животные. То есть кто-то развел мусеньку с барсиком, каким-то студентам котеночка отдали, лишь бы в добрые руки. С квартиры переехали, животное выкинули, животное на улице. Плодится раз в полгода минимум шесть щеночков, котяточек. Каждая из них через полгода способна еще по шесть. И вот эта пирамида, как бы, вот это и есть пополнение безнадзорных животных. Главное соблюдение именно вот как раз нежелательного потомства. Прекращение нежелательного потомства. То есть если вы хотите, чтобы ваше животное размножалось, заведите себе породистое, поставьте его на учет в клубе и выводите чистую породу. Но, к сожалению, добрых рук на всех не хватит. И наши мусеньки с барсиками мало кому нужны. Что касается приютов. Как у нас обстоят дела в городе с приютами? У нас в городе, в принципе, хорошо обстоят дела с зоозащитой. У нас пять приютов частных и муниципальных, в том числе наши. Мы уже будем с 2020 года официально называться приютом. Сейчас мы в центре длительной передержки. Частные приюты тоже занимаются программой СВВ. Но в основном, конечно, они содержат меньшее количество животных. Если мы более полутысячи животных содержим у себя на попечении, частные приюты обычно доходят до сотни максимум. Также занимаются пристройством. Также в каких-то случаях забирают у нас животных, если у нас нет возможности держать. К нам тоже часто попадают переломанные сильные животные, которым необходима длительная реабилитация. У нас таких объемов сложно весьма делать. И так у нас взаимодействует. У нас город в этом плане очень даже преуспевает. Вопрос с площадками для выгула и с площадками для дрессора. Здесь как дела обстоят? Изначально, когда шел разговор о разработке законного акта про выгула животных, все сетовали за то, чтобы написать места, запрещенные для выгула, и разрешить все остальные. То есть, допустим, запретить гулять на детских площадках, в парках, где многолюдные, оставить хотя бы какие-то уголочки. Потому что все прекрасно понимают, что сейчас, 2020 года, вступает в силу этот момент, что вы вышли с животным из дома, и вы уже нарушили закон. Потому что ваше животное выгуливается в неположенном месте. А положенных мест у нас в городе три. И тоже будем смотреть, как из этой ситуации выходит. Потому что это нереально в нашем городе построить 200-300 площадок. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому нужно просто быть как-то адекватными и не гулять там, где дети, не гулять в парках со своими питомцами. И самое главное, если уж ваш питомец по дороге на прогулку где-то наделал делов, за ним все-таки убрать. Но это отдельная статья закона. Потому что все считают, что очень просто. Вот сейчас установят корзинки для уборки за собаками, дадут пакетики. Но также владельцы, убрав все свои отходы за животными, нарушат закон, если выбросит их в обычную помойку. Потому что это совершенно другой класс отхода. И это не может вывести обычную мусоруборочную машину на обычную свалку. То есть максимум, что сейчас, как бы ни было смешно, по закону вы можете сделать, собрать своим животным в пакетик и унести к себе домой в унитаз. То есть ни в коем случае не в помойку. И здесь тоже очень серьезная такая проблема. Дело не в том, что кто-то не хочет устанавливать эти урны. Просто не очень понимают вот эту систему, куда именно девать эти отходы потом. Поэтому вопрос такой серьезный, требующий проработки. Что касается прогулки с собаками, с намордниками, без намордников, на поводке, как будут штрафовать за это? Здесь все тоже прописано в федеральном законе. Можно посмотреть, штрафоваться будет владелец. Но единственный опять здесь момент. У нас до появления федерального закона очень сложно было доказать, являетесь ли вы владельцем животного. Допустим, были много случаев, когда причинен был какое-то тяжелое увечие животному. Владельцы обращались в правоохранительные органы. Дело разваливалось просто потому, что невозможно доказать, что это животное принадлежит этому владельцу. И, как оказалось, принадлежать оно может только договором купли-продажи, фиксируется вот это владение, чипом, установленным в животном, когда вы действительно регистрируете его в какой-то единой базе, либо родословной, в которой понятно, что вы также приобрели это животное. Если у вас таких документов нет, любой человек, который не там гуляет с собакой, не там она сходила в туалет, может легко заявить, что это не моя собака. То есть это просто собака вот так гуляла. Здесь отдельные моменты. И вот опять же мы ждем подзаконных актов в итоге, как этот момент проработают. Потому что надо понимать, что не полиция будет участковой ходить смотреть, где там с Васеньками и Бобиками гуляют. Ну, на данный момент давайте расскажем телезрителям, как надо гулять с собакой, если она порода такая достаточно серьезная. Все собаки свыше 20 сантиметров в уголке должны быть в наморднике. То есть если вы посмотрите, то и терьерчиков это может быть не касается, но хотелось бы отметить, что все должны быть на поводках. Абсолютно все животные на рулетках, на поводках. А там, где люди, это короткий поводок должен быть. Там, где собака, соответственно, делает какие-то свои дела, можно отпускать на длинный. Но хочется отметить, что владельцы маленьких собак не считают, что их касается каким-то образом закон, и зачастую эти маленькие собачки очень даже агрессивны. То есть, выходя на улицу, можно посмотреть, как на тебя нападает маленькая собачка, или ты идешь с большой собакой, она без поводка бежит. Вот владельцев маленьких собак это тоже касается. Ну, и, соответственно, перевоз в общественном транспорте, намордник тоже должен быть. Все животные обязаны быть привиты, как минимум от бешенства, абсолютно все. И напомним, что должны быть маркированы. Каким-либо образом. То есть, установленный чип это будет, кремо, либо какая-то несмываемая отметка. А если в деревне собачка за забором гуляет, хозяин у нее есть, за это будут штрафовать? За забором уже вне территории дома? Да. Ну, по идее, да. По идее, самовыгул это вообще такой бич нашего общества, потому что, если вы сейчас придете в центры придержек или в приюты какие-то, вы увидите огромное количество животных полупородистых, особенно разноглазых. Очень много стало люди с момента покупки хаски, да, особенно любят в частный дом завести ездовую собаку, и на цепи ее посадить вообще прекрасно. Собака начинает выйти, ну, соответственно, ее выпускают погулять, собака там размножается каким-то образом, а потом мы получаем разноглазых дворняжек. Их достаточно много. Вот, самовыгул это катастрофа, потому что существует огромная проблема бездомных животных в конище, где есть частный сектор. И когда мы производим там отлов, мы обычно забираем девочку, которая загуляла, да, и кучу кобелей, и тут же за кучей кобелей возвращаются их хозяева. Говорят, ну, как же мы так, мы не можем его уже оставить, он же воет, он же просится, да. А когда говоришь, особенно мужчинам про слово кастрация, чтобы не просился, ну, тут сразу ты зверь просто. Вот, поэтому, конечно, проблем с самовыгул это огромная проблема, и за это, по идее, надо штрафовать. Я честно скажу, я бы, в принципе, слава богу, что у нас не ввели там этот налог, да, но я бы еще и налог ввела на разведение животных, потому что люди, которые содержат питомники животных, допустим, чистокровно выводят там породу мейн-кунов, там собак каких-то, лабрадоров, это одно дело. А когда люди начинают заниматься черным разведением, вот как на Авито, да, по 500 рублей, вам продадут все, что угодно, вот это надо как-то пресекать. Потому что вот именно из-за таких людей, которые абсолютно никак не отслеживают потомство, нас такое количество животных на улице сейчас. А есть даже породистые, да? Очень много породистых животных стало особенно... Но про собак мы вообще не будем говорить. То есть выбросить питбуль, это сейчас стало адекватно, потому что люди заводят это как игрушку. То есть они хотят самоутвердиться, возможно. Вот у нас в питомнике постоянно бывают питбуль, и просто, если есть желающие, завести такую собаку адекватную, к нам можно прийти, подождать буквально 2-3 недели, у нас обязательно появится питбуль, потому что это уже отказники. Очень много лабаев, на данный момент сидит немецкая овчарка, очень много метисов лайк, хаски, таких вот таксы. То есть особо мелких собак не бывает, в основном крупные, конечно, отказники. Вот алабай у нас вообще со стоянки с Площадь Победы. То есть владельцы стоянки пришли, у них алабай лежит. И так хозяева не нашлись. То есть очень много животных выбрасывают. По кошкам тоже. Я раньше всегда говорила в эфирах о том, что мой мир рухнет, когда на улице появится мейнком. Ну вот мейнком появился на улице столько, что даже у меня дома живет уже мейнком, он без когтей. И вот таким образом от нее избавились, выбросив ее в зоопарк. То есть сфинксы на улице это постоянно. Если посмотреть службу потеряшка, вот есть такие в интернете сообщества, вы обалдеете, сколько животных не находят своих хозяев. То есть это не потому, что они потерялись, их никто не ищет, а потому, что их намеренно выбросили. И, конечно, это катастрофа. Мы надеемся, что животные найдут своих хозяев. И на этом мы обращаемся с вами. Всего хорошего, до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова